Если у человека не хватает кармы, тогда включаются законы Бога. Если у человека не хватает силы на что-то, он не может строить отношения, не хватает силы общаться с мамой, с папой, с ребёнком, с своим родным и так далее. Тогда нужно делать следующее. Нужно слушать голос возвышенного человека. Слушать голос возвышенного человека. Молиться, параллельно молиться. И в этой молитве постепенно почувствовать следующие стадии. Первая стадия. Я слушаю голос и сам не слушаю свою молитву, а пытаюсь наполниться его силой человека, который молится. Я желаю всем счастья. Вот смотрите, я сейчас повторяю, я желаю всем счастья сам, настраиваюсь на свой голос. Вот смотрите. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Если, допустим, у вас, ну, со мной уже давние отношения, вы давно слушаете мои лекции, этот голос мой личный, да? Я желаю всем счастья. Он будет вам родным. Подумайте, Олег Геннадьевич хороший человек, всё классно. Вы будете счастливы, послушать, да? Всё нормально. Но изменений в судьбе вашей никаких не будет при этом. Почему? Потому что для того, чтобы я смог вас менять, для этого я должен быть на кого-то настроен. Понимаете? Душа по своей природе, она действует как проводник. Даже если у меня достаточно своей личной силы, всё равно я не буду работать как проводник, если я настроен на самого себя. Поэтому слушайте. Я включаю еврейскую молитву. Это не моя вера, по крайней мере, в этой жизни. Но я включаю еврейскую молитву, и сейчас вы услышите, как поменяется мой голос. Вы сейчас просто закройте глазки и послушайте то, что я сам просто читаю. Повторяю, я желаю всем счастья. Я не читаю сейчас молитву, потому что есть разные конфессии здесь, чтобы я никого не испугнул, не пугал, не вызывал напряжение. Есть так называемые шанти-мантры. Шанти означает мир, мантры означает молитву. Молитва мира, для всего мира. Это «Сарвей Баванту Сукинага», «Я желаю всем счастья», переводится на русский язык. Шанти-мантры читаются на том языке, на котором люди привыкли слушать, чтобы было понятно, о чём речь. Я не повторяю «Сарвей Баванту Сукинага», это переводится на санкрытие «Я желаю всем счастья». Я повторяю просто «Я желаю всем счастья», и всё. На русском языке мы с вами здесь общаемся. Поэтому эти настроения дают возможность всем открыть сердце, настроиться на любовь, на взаимоотношения. Но смотрите, я сейчас вам раскорю одну тайну. Меня спросили, что делать, если у тебя не хватает судьбы на что-то. Я не могу строить отношения с отцом, с мамой. Я вам рассказываю, что делайте последовательности этого действия. Сейчас вы увидите, я эти последовательности ускорю, я всё буду делать быстрее, чем у вас получится. Но когда у вас так получится, вы сможете это сделать. Силы человек получает на что-то или из своей судьбы, то есть у него есть возможность внутренняя, или через звук от Бога. От Бога означает от человека, который связан с Богом в этот момент, когда он поёт. Не обязательно, что он всегда связан, но когда он поёт, и это вдохновенно, это чувствуется. Он связан с Богом, и через него идут силы. Сколько сил будет идти, столько вы получите блага. Слушайте меня просто. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Теперь слушайте. Я настраиваюсь на голос. И в этом настрое будет несколько этапов. Но вы просто сейчас сравните. Я сам повторил, и теперь со звуком повторил. Опять слушайте мой голос. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я действую как проводник сейчас. Я желаю всем счастья. Голос поменялся? Он стал сильнее, да? Могущественнее стал. А теперь я буду загибать пальчики. И вам рассказывать стадии наполнения голоса силой. Первая стадия. Я не думаю о своей молитве, о повторении. Я желаю всем счастья. Я не думаю о ней. Потому что у меня нет силы об этом думать. Я думаю о голосе, который поёт. И в это время этот голос уже даёт силу неосознанно, подсознательно даёт силу моему звуку. Я просто слушаю и повторяю автоматически. Не сильно концентрируюсь на этом. На первой стадии я просто вдохновлён голосом и всё. Мне нравится, как он поёт. Даже не вдохновлён. Мне нравится. Но это нравится может усиливаться. Я всё больше настраиваюсь и больше. Больше и больше настраиваюсь. Больше и больше настраиваюсь. И в какой-то момент этот звук войдёт в меня, и я опобрусь на него. Я почувствую опору. Вот я как бы чувствую, что я сильнее стал вместе с этим звуком. Это произойдёт через несколько секунд. Я отобну первый пальчик. Когда я опрусь на звук, первый. Вы почувствуете в голосе это всё. Когда этот звук. И в этот момент, когда я опрусь на звук. Опора, когда произойдёт. Этот мой звук. Этот звук этой молитвы. Он войдёт в ухо. То есть пойдёт к сердцу. Путь к сердцу начнёт двигаться. К сердцу это звук. А когда он дойдёт до сердца, в этот момент у меня появится вдохновение от звука. Я почувствую, что мне хочется теперь вместе с ним повторять. Я желаю всем счастья. И в этот момент я концентрируюсь уже на своём повторении. Но как он. Не как я, а как он. Вот как он поёт, я повторяю. И это будет первый этап победы над судьбой. В тот момент, когда я вдохновлён и повторяю, как он от сердца, от своего сердца. С этого момента происходят следующие изменения в моём сердце. Первая стадия. Победа над судьбой. Я при этом как бы думаю, я не могу строить отношения с папой. Я подумал так. И потом сел молиться. Я забыл уже про папу, про отношения. Всё, забыл я про всё это. Почему? Потому что я сейчас слушаю голос того, кто молится. А задача, задание, оно пойдёт уже туда. Я занимаюсь молитвой, а результат пойдёт туда. Но я результатом не занимаюсь, потому что это Господь его туда отдаёт. Но если я сам контролирую процесс, идёт результат или не идёт, тогда, знаете, может произойти противоположное. Вы Господа попросили, вот результат туда. Всё этого достаточно. Он знает, он прямо в сердце находится. Он сидит и слушает через вас, каждого слушает меня. И через меня говорит то, что вам надо. Он этим занимается, если мы честные люди все собрались. А если мы нечестные, он не будет этим заниматься. Поэтому вы говорите, Олег Геннадьевич, прям для меня лекция была. Если вы заказ делаете, он для вас через старшего будет давать знания. Не обязательно, что какой-то высокого уровня старший. Просто, если вы жене верите, ей что-то скажете, и Бог через неё начнёт говорить. Через каждого человека, через ребёнка даже. Ребёнок вообще ничего не соображает. Вы ему что-то скажете, он вам ответ даст. Конечно, лучше через старшего, давайте двигаться. Два пальчика сейчас будет загнета. А потом третий. Третий означает спокойствие в сердце. В моём сердце наступит спокойствие. Это значит, что я уже пришёл к победе над этим вопросом. Не значит, что она дошла до цели. Но я уже своё дело сделал. Она пошла. То есть в моём сердце это уже преодолено. Да, забыть о проблеме дальше. Знать, что всё. И просто подумать, а сказать, это всё для этого. Всё. Дальше уже так и будет. Вот три стадии спокойствия в сердце. Я могу, допустим, сейчас о вашей проблеме думать. Кому помочь? Какая кому проблема? Ведь всем помочь. Мне выбирать, да? Вот вы, да, вы, да, вы. Нет, вот в чёрном, да, вы. У вас есть проблема. Какая проблема? Всё хорошо. Проблема в взаимоотношении с мужем. Я не скажу, что я сейчас прям решу проблему. Я просто в тот момент, когда у меня спокойствие по поводу о ваших отношениях с мужем появится, я третий пальчик загну. И вы это можете почувствовать тоже в своём, если будете верить мне в этот момент. А вера — это сложная вещь. Всё, вперёд. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Опираюсь на голос, первый пальчик отгибаю. Голос входит в сердце, второй, спокойствие, третий. Я желаю всем счастья. 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 Вы почувствовали спокойствие себя? Спокойнее? Почувствовали? Или нет? Видите она? Да. Уже ничего не надо. Человеку так мало надо, чуть-чуть успокоился и все. Кто из вас почувствовал эти переходы три стадии? Значит, что вы сами тренировались уже это делать, так? Почувствовать только тот может, кто пробовал. Если человек не знает, о чем речь, он не поймет.